Доброе утро, девочки мои! Что у нас сегодня за погода такая, а? Идёт дождь. Обещали сегодня 20-22 градуса. Ну, небольшой дождик, но что-то я смотрю, небо хмурое пока что. Может быть, днём распогодится уже. Ну и пока что прохладненько. А я-то думала, сегодня окна помою, стёкла, по крайней мере. И собиралась помыть. Думаю, хорошая погода, тепло. Я люблю в такую погоду, в хорошую, в тёплую, солнечную мыть окна. Но, значит, может быть, позже распогодится помою. Но, может быть, и нет. Ну что, девочки, я уже не могу без вас. Я уже вот утром просыпаюсь, думаю, так, надо же что-то сказать. Я, кстати говоря, сегодня проснулась ночью в 3 часа. Я, как уже привыкла, наверное, вот, что мне надо что-то делать. Проснулась, глаза открыла, смотрю по сторонам, а у меня всё чисто, ремонт закончен. И ничего делать не надо, и ничего не оставила на утро. Ну, таких вот срочных дел никаких. Думаю, так, надо ещё поспать. Короче, легла и ещё до 6 часов поспала. Так что, вот, что значит, нет никаких срочных дел. Вот, а когда я проснулась уже, думаю, ну, я сегодня могу уже заняться собой пока. Мне занавески уже к вечеру только пошьют. Вот, кстати, без занавесок, видите, плохо. Для чего мне вот здесь вот занавеска нужна? Для того, чтобы я закрывала проход. Вообще, я его так не закрываю обычно. От кого закрывать, я тут одна, да. Поэтому у меня обычно открыта занавеска вот эта. Но когда я сажусь снимать, вот я люблю в этом углу снимать, мне здесь комфортно находиться. И я занавеску закрываю, чтобы свет, вот, окно сейчас забирает на себя свет. И на лицо, ну, как бы на меня попадает мало света. Вот эта игра света, чтобы вот этого не было, чтобы здесь был, как бы, фон закрыт. Ну, а вторая часть занавески, она закрывает у меня шкаф. Так как там дверцы давно уже сняты. По-моему, я когда вселилась, уже дверей там не было. И там у меня вплотную стоит диван. Дверям открываться некуда. Поэтому там дверцы нету. Только наверху. И там занавеской просто закрыта вот эта кладовка. И все. Ну, то есть, как бы, вот здесь мне... И при том, когда я, вот, например, Василек или что-то там снимаю, ну, кручусь, верчусь, то тут закрываю. И вот на этом фоне я, как бы, и снимаю. Потому что там, когда занавески просвечивается окно, ежеднем снимаю. Ну, в общем, тут все продумано. Не все, не просто так все, знаете. Кстати говоря, я вчера еще вечером сыну написала, когда ты сможешь прийти и мне эту струну натянуть. Но он говорит, во-первых, шуруповерт у дочки находится. Это ему надо будет как-то съездить к ней, забрать шуруповерт. Ну, и, в общем, он говорит, не знаю пока точно, сказать не могу. Сначала, говорит, надо шуруповерт забрать, а потом уже определимся, когда. Там, в принципе, он считает, там недолго, в общем-то. Ну, не знаю, загадывать не буду. Как он сможет, так и сделает. В общем, жду, надеюсь и верю. Так я сегодня, девочки, вот это вот проснулась. Думаю, ну, надо умыться. Не просто умыться. Я взяла вот этот скрабик, три в одном, ну, фаберликовский, скрабиком, лицо почистила, освежила, обновила лицо. И, ну, скраб-маска там. И, в общем, короче, лицо уже сделала, чайник тут почистила. Ну, короче говоря, я нахожу какие-то моменты, которые вот что-то надо сделать. Ну, это уже такое, знаете, наведение лоска, как говорится, после ремонта. Там пыль, там что-то почистить, там что-то перебрать, выбросить. В общем, короче говоря, сейчас вот потихонечку буду заниматься этим. Ну, я уже так ничего не планирую, тоже по усмотрению сил. Потому что после, вот, например, ремонта, да, я вот в три часа ночи проснулась, что-то встала, походила, чувствую, у меня все тело болит, ломит. И вот это ж я легла, еще поспала несколько часов. И уже проснулась бодренькая, уже вроде бы ничего как бы не болит. Ну, у меня сегодня по плану, в принципе, как бы день отдыха. Но, знаете, как покой нам только снится, и наши руки не для скуки, да. Я все равно найду себе чем заняться, и потихоньку буду где-то как-то вот в одном углу копошиться, там в другом. На самом деле у меня в планах перебрать, перебрать коробочки, ящички, полочки, все перебрать, и избавиться от лишнего хлама, который годами хранится, и жалко выбросить бывает. А то он может пригодиться, может пригодиться. Но сейчас у меня такое, вот знаете, наверное, вдохновил меня ремонт, обновились стены, и хочется уже отстоя избавиться. Короче говоря, уменьшить у меня просто везде, как бы полно всего, и вот много лишнего, ненужного. Я хочу от этого лишнего избавляться уже, избавиться, выбросить, перебрать. Вот, так что потихоньку, как у меня только вот свободное время появляется, я начинаю что-то где-то так, что отдых нам только снится, на диване полежать, это если только уже я устану чуть-чуть отдохнуть, а потом я встаю и опять продолжаю что-то делать. Ну, а сейчас на данный момент я сижу, монтирую видео. В общем, сейчас просто небольшой перерывчик, потому что, ну, я его целиком не монтирую, обычно половину там сделаю, потом немножко надо развязывать, потому что глаза устают, напряжение, как бы немножко надо расслабиться, и что-то другое поделать. Сейчас кофейка еще попью. Вот, и домонтирую видео. Ну, что я буду делать сегодня? Я вообще, как вчера думала, что я сегодня буду мыть окно, буду наслаждаться свежим воздухом, но там идет дождь, поэтому я сейчас окно мыть не буду, может, и вообще сегодня не буду мыть. Посмотрим, как будет погода и время и все такое. Вот, ну, а сейчас я домонтирую видео, я не знаю потом, что я буду делать, я к вам вернусь, короче говоря, и мы продолжим наше видео. Я сегодня решила, не буду я ждать, я уже думала, знаете, занавески повесить, и потом начать видео снять его. Потом думаю, ну, собственно говоря, занавесками можно, если что, так и закончить видео, да. Помимо занавесок, у меня еще много чего интересного, я же буду целый день чем-то заниматься, поэтому я решила, как обычно уже, по нашему ритуалу, начать с утра на это видео, и вам настроение поднять, и себе настроение поднять. Так что вот так, девочки. Что еще вам хочу сказать, пока у меня занавеска тут не висит, это у меня еще лишний стимул, порядок, чтобы у меня был, нигде ничего не валялось лишнего, я вам сейчас просто покажу, потому что если камера повернется на комнату, чтобы мне было перед вами не стыдно, что у меня там где-то не прибрано, где-то что-то, вещь какая-то лежит. Так что лишний повод убирать даже, знаете, в комнате. Ну хотя я не разбрасываю, я не разбрасываю вещи так, если встала, там переоделась, скинула, потом, ну убрала там вещицу одну, я-то так целый день тут не перекидываюсь, наряды не наряжаю. Кстати, одела тунику, которая висит уже тоже давно, и вот как-то, не знаю, что я не одевала ее, то ли расцветка мне как-то под интерьер не подходила, то ли что. Сегодня я думаю, надо одеть вот с таким коротеньким рукавчиком, что-то. И глянула, думаю, о, надо одеть, показать вам. Так, ладно, девочки, пошла я продолжать делать видео, потом вернусь к вам. Ну что, девочки, погода наладилась, на улице солнышко выглянуло, ну и как обещали, 22 градуса на улице сейчас. Так что я сейчас открываюсь, я представляю, как людям жарко, которые вот на улице сейчас идут, в куртках, это же вообще жара. Вот, ну я решила по-быстренькому помыть окно. В общем, девочки, пока окна закрыты, чтобы шума не было, я решила сейчас сначала внутреннюю сторону, по-моему, а потом уже открою внешнюю сторону, по-моему. Пока я сейчас смотрела видео, времени нету, даже просматривать видео дочки. Ну, решила я сегодня сделать маникюрчик себе, бровки там подщипать и решила посмотреть видео. В общем, короче говоря, за этим занятием и видео дочки просмотрела. Очень все полезно. Знаете, полезное сочетаю с нужным и полезным. Вот, ну, я просто сегодня подумала, думаю, раз уже занавесочки будут новые висеть, уже хотелось бы, чтобы они висели на окошке, на чистом. Вообще, вы заметили, у меня окна, они не сильно загрязняются. Ну, хотя, в принципе, мне помыть окно даже зимой. Ну, снаружи я зимой не мою, а вот, например, снутри, ну, так же могу, конечно, окно открыть и помыть. Я обычную беру микрофибра, да, мокрой, протираю все вот эти вот пятнышки, если где там есть. А потом, вот это вот замша, это автомобильная замша, девочки, милое дело вообще. И все, окно сухое сразу, без разводов. что-то у меня на стеклах осталось, видимо, это еще с новогодних наклеек, клей, вот эти вот новогодние наклеечки, как поклеишь, а потом начинаешь отдирать вот эти вот кусочки, остаются маленькие, вот их как бы и не видно, но я пока обратную сторону не помою, я не увижу. Ой, окно прямо классное. Помою-ка я сейчас сразу снаружи, что-то мне прям так захотелось. На улице во, теплые, я даже не знаю, что одевать на улице сегодня, даже не знаю, и запариться не хочется, и в то же время, и чтоб не простыть же. У нас только один день такой выдался, теплый, 22 градуса, завтра уже будет 12. Ну, подарили лето. Посреди весны подарили лето, это же классно, классно. А теперь проверим, насколько чистенько, классно. Вот так вот. Здорово, девчонки, прямо как будто стекла нет. Сейчас покажу вам. Теперь можно спокойно снимать через стекло, чтобы уличного шума не было. Стекло абсолютно чистое. Ну, сейчас помою остальные окна. Тут уже видно, что оно нечистое. Сегодняшнее видео можно назвать привожу в порядок себя и квартиру после ремонта. Я вчера, конечно, прибрала, все так, порядочек навела, но, вы же видите, куча еще дел не сделанных, но это уже касается чистоты. А вот так всегда бывает, знаете, когда обои поменяла, в общем-то, да, ремонт сделала, и уже хочется еще каких-то перемен сделать, что-то уже поменять, там, не знаю, улучшить что-то. В общем, короче, вдохновение появилось и можно с удовольствием, в общем-то, что-то еще делать. У меня еще есть кое-какие задумки, но я о них пока говорить не буду, потому что мне надо еще уточнить, кое-что подойдет, мне это не подойдет, что почем стоит и так далее. Но в любом случае вы все узнаете, мимо вас ничего не пройдет. Я же вам все снимаю, все рассказываю, показываю. В общем, короче, девочки, включу я сейчас видео. Дальше, дочку, еще одно видео надо посмотреть. Вас пока выключу, помою окошко, посмотрю видео дочки заодно, потом буду обедать, потом будет у нас обед. Все, девочки мои хорошие, все, я помыла все окно, я смотрю, там уже мухи летают, у меня с той стороны все тоже чистенько, беленько. Сейчас я шторки эти закрою, видите, у меня солнце разворачивается, вот сейчас время уже без 22, ну, обычно после часа у меня здесь солнечная сторона, поэтому я взяла занавески блэкауты взяла, и чтобы у меня здесь слишком ярко не было летом, ну, по крайней мере, хоть немножко вот так вот от прямых лучей защищают эти шторки. Смотрите, на градусники на солнце, сколько там, 36 показывает, ну, ничего себе, ну, это, конечно, на солнце прогрелось, хотя я смотрю, на улице люди куртки уже в руках несут, в футболочках ходят. Вот, так что, вот такие вот дела, девочки. Ну, у меня сейчас я окно открою уже, у меня тут сеточка, мухи не пролетят, ну, уже полетели, короче. Все, девочки, решила перекусить, пришло время обеда. У меня тут курочка вареная, и, в общем, макарошки, солененький огурчик открыла, сейчас, может быть, еще что-нибудь поем. Девочки, ну, все, я отдохнула, посмотрела тем временем видео своей дочки, загрузила вам видео, у меня уже, вернее, прогрузилась, я его загрузила на YouTube, уже очередное видео, где мы клеим обои, загрузила, будете смотреть. Сейчас я скоро уже собираюсь идти в садик, немножко тут убирала у себя сумочки, нашла чек, решила сначала выбросить его хотела, потом думаю, ну, уже так скажу, сколько денег на самом деле это понадобилось мне, в общем-то, на этот ремонт. Если, девочки, не считать занавески, которые я купила, прищепки к занавескам, и вот эту, как она, не леска, господи, ну, что ж не леска хочется сказать, карниз это струны, струна. В общем, короче, если это вычесть, то, и вот посчитать, то, что я купила первоначально в магазине, ваш дом, шпатлевка, краска, кисточки, обои, клей, в общем, все, что мне понадобилось для ремонта, да, то все это еще даже посчитала я линолеум, который я не ложила еще в шкафу, но, в принципе, мне на шкаф надо будет там добавить еще, докупить немножко краски, хотя я попробую, у меня там еще полбанки осталось. Короче говоря, ушло у меня четыре с половиной тысячи, я так округляю, ремонт я делала пять дней, это чисто то, что я делала ремонт, ну, я считаю, шесть дней, это вместе с тем днем, который я ездила в Леруа, если его не считать, я просто хочу это сказать для чего, это тем, кто думает делать ремонт или не делать ремонт, у кого глаза боятся и думают, что это как бы много времени займет, а может много денег на это понадобится, кто откладывает, вот такой легкий, косметический ремонт, девочки, не бойтесь ничего, все получится, не откладывайте, вот на такую комнату, в общем-то, у меня ушло четыре с половиной тысячи, если даже посчитать вот этот шкаф и добавить краску и шпатлевку мне нужно будет докупить туда, ну, это будет пять тысяч, пять дней, пять тысяч рублей, все, девочки, ничего не бойтесь, берите и делайте, это при том, что я не настолько энергичный человек, не настолько молодой человек, как это было раньше, раньше я могла еще дольше работать без перерыва, вот, ну и, в общем, как-то вот сама потихоньку-потихоньку да все и сделала, если будут помощники, еще быстрее все это будет сделано, в общем, сколько у меня ушло материала, я покупала шпатлевку, баночку, которая была побольше, маленькую баночку, это шпатлевка для дерева, они у меня обе ушли, там для дерева, там, где у меня чуть-чуть осталось, я замазала вот трубу, которая уже вот в конце у меня оставалась там труба, там была щель вокруг трубы, и я вымазала уже последнюю шпатлевку, значит, она у меня ушла вся, белая краска, эмаль, у меня ушла вся, осталось там чуть-чуть, если где-то, может быть, подмазать что-то надо будет, еще краску я брала, которая для окна, ну, я ее называю водоэмульсионкой, она, это не эмаль, а, я не знаю, как она, ее можно мыть, там кто-то спрашивает, как ее мыть, если она водоэмульсионка, но она, видимо, не водоэмульсионка, дочка у меня красила такой краской стены у себя, я эти стены мыла, потому что там еще пачкали, грязными руками брались, мокрая тряпка, и все отмывается прекрасно, а краска не отмывается, в общем, вот этой краски у меня осталось еще полбанки, я попробую, может быть, ею покрашу, но мне ее может не хватить на шкаф, если стены там красить, но в любом случае, шпатевку надо будет и краску мне еще подкупить, все остальное у меня есть, кисточки, все это еще осталось, кисточки я потом вымываю, оставляю, они у меня лежат, если там, может быть, дочке понадобится, или еще, может быть, самой где-то что-то подкрасить, вот, ну, если кисточка хорошая, вот как обойная у меня кисточка, она мне сколько лет пролежала, и вот я обои намазала, видели, большая такая кисть, и вот я ее вымыла, и вот она лежит, а если какие-то маленькие кисточки от такой краски, но можно выбросить. Они недорогие, в общем-то. Ну, все. Вроде я вам все сказала. Все отчиталось. Можно этот чек теперь выбрасывать. Сейчас я собираюсь, девочки. Я иду за Настей в садик. Настя сегодня вечером у меня. И мы с ней вместе зайдем, заберем шторы. Я хочу сегодня шторы повесить. Я надеюсь, что будет красота. Они светленькие, они светлее, чем у меня были. Единственное, что я, конечно, вот сейчас балдею от того, что у меня светлая комната, очень много света, и все это, конечно, здорово. Но вот когда начнется уже солнце такое полить, и оно у меня, когда вот сюда разворачивается, здесь не знаешь, какой угол искать. Слишком много света, глаза болят, яркий свет и все такое прочее. И потом, когда летом начинается рассвет, там в 4 утра, и с этим рассветом вот начинает только рассвет, я просыпаюсь на рассвете. Вот будет в 3 часа рассвет, и я буду просыпаться с рассветом. Я не знаю, если бы я жила в Питере, и там вот эти белые ночи, я бы, наверное, вообще, что ли, не спала. Или по 2 часа в ночь, наверное, спала бы, и все. От света не могу спать. Вот такая я, да. Хочу еще что сказать. Как у нас сегодня погода меняется? Вот я так думала, вот 20 градусов тепла, 22, это как летом классно, можно будет раздеться и пойти. Нет, я сегодня смотрю, как погоду колбасит. Утром был дождь, было пасмурно, потом вышло солнце, когда я мыла окна. Потом солнце исчезло, стало пасмурно, немножко покапал дождик, ветер сильно разгулялся, и вот сейчас солнышко светит, но ветер не прекратился, ветер дует, прямо порывы очень сильные. И я вот так вот носик свой высунула в окно и думаю, что же делать, одевать куртку или переодевать кофту, в чем идти. Потом думаю, знаете, парк осенний ломит, в конце концов, апрель, я знаю, обманчивая погода, поэтому раздеваться сейчас очень рискованно. У меня дочка вот заболела, я думаю, что скорее всего потому, что вот были когда теплые деньки, она вот как-то вот подразделась, а где-то ветер холодный же дует, дувануло, ну и ее, и Дэнни, и они простыли. Я думаю, что может быть это из-за этого. Так что давайте вот береженого Бог бережет, оденусь-ка я сейчас и пойду я уже в садик, в куртке. Даже если мне будет жарко, ничего страшного, потерплю, я ненадолго. А потом вернусь и будем мы с вами уже занавески эти вешать вместе, или вешать, или повешу, покажу. Ну, посмотрим, короче говоря. Все, одеваюсь, иду в садик. Ну что, девочки, я вышла, иду в садик. Насчет погоды что-то не могу понять. Вообще, вот так тепло, если бы не было ветра, я подела кофту. Но ветер подует, прям такой сильный временами. И я думаю, что нормально мне и в куртке. Я сейчас вот в куртке иду. Я бы не сказала, что мне жарко. В общем, нормально. Я смотрю, солнышко на вас светит. Снимать трудно. Ну и не буду тогда. Пойду заберу Настю, потом будем сниматься. Та-да-да-дам! Ура! Новые занавески! Все, девочки, забрала занавесочки. Я их отпарила, повесила. И вот они хорошо смотрятся, светленькие. Вообще, этот блэкаут, они очень хорошо мне вскрывают солнце, потому что я их повесила, когда только солнце садилось. И видно, что они не просвечиваются. Просто класс! Материальчик плотненький такой. Они двухсторонние. С двух сторон они одинакового цвета. Это тоже мне нравится. В общем, классные. Ну вот, пусть висят, пусть отвисают. Ну что, мои хорошие, день подошел к концу. Настю забрали родители. Настя сниматься сегодня не в настроении была. Бывает хандрит ребенок иногда. Вот, поэтому сегодня мы решили вечер провести спокойно. Настя смотрела там смешных котиков или еще что-то там такое смешное. Видео смотрела по телеку. Заниматься особо она не захотела ничем. Ну, видно, она подустала, может быть, в садике или что. В общем, было не в настроении. В общем, смотрела, смотрела и уснула. А я отпаривала занавистки, повесила их, отпаривала потихонечку. В общем, у нас спокойно, тихо прошел вечер, без всяких съемок, без ничего. Вот, так что я с вами еще не прощаюсь. Вернее, я вам хочу сказать сегодня спокойной ночи. День сегодня был плодотворный. Целый день, в общем, я делала кое-какие нужные дела. Ну и завтра будет день тоже, наверное, плодотворный. Хотя я так думаю, что мне, конечно, уже хотелось бы давно провести, знаете, денек на диване. Вот, как я говорила тогда иногда, понедельник, день лентяя, да, я себе устраивала. Ну, посмотрим по настроению. И так же будет день, будет пища, как говорится, да. Я так думаю, что вот эти занавистки, они мне будут закрывать полностью рассвет. И, может быть, даже я не буду просыпаться рано. Я, кстати, вот летом всегда просыпаюсь очень рано, прям с рассветом. Потому что начинает расцветать на улице хоть какие-то занавистки, но они свет пропускают все равно. И с этим рассветом просыпаюсь и я обычно всегда очень рано. Летом. Чем короче ночь, тем короче сон у меня. Вот, может быть, вот благодаря этим занависткам подольше поспать получится. Ну, посмотрим. В общем, в конце концов, я довольна и занависочками, и обновочками. Вот это все меня очень радует. Ну, все, мои хорошие. В общем-то, уже время такое, что внучку я отдала. А сейчас я включу телевизор, завалюсь на диван, посмотрю что-нибудь по телеку и буду спать. А завтра утром проснусь и со свежей головой завтра буду решать, что я буду делать завтра. Но завтра у нас будет видео продолжаться еще. И завтра вместе с вами, в общем, чем-нибудь займемся. Ну, все, мои хорошие. Подустала я немножечко сегодня, и поэтому пора мне отдыхать. Спокойной ночи. Девочки, лежу, смотрю телевизор. Ну, я смотрю дочкин влог. И вот поглядываю на свои обои, а они отсвечивают, знаете, как шелком вот эти розочки. Симпатично так, я не знаю, передается это или не очень хорошо передается. Я смотрю, какие-то разные тона плавают сейчас. Ну, это потому, что темно в комнате, поэтому разные тона. Вот такие вот розочки. Вот так вот они светятся. Отсвечивают симпатично. Вот. Дочкин влог смотрю. Всем доброе утро, девочки мои. Я проснулась. И сегодня хочу вам сказать, может быть, благодаря занавескам, я спала до 7 часов. Проснулась. А в комнате даже темно. Только вокруг занавесок, там наверху, видно, что там уже брежет свет. Занавески, они плотно закрываются. Это блэкаут. Они не пропускают свет, не будут пропускать мне солнце. И это хорошо. В общем, выспалась сегодня. Это класс. Хожу с утра, пока кофе тут пила, раскачивалась, раскачивалась. И, в общем, я сегодня поняла, как я устала, оказывается. Ну, потому что, да, вот это вот ремонт, туда-сюда скакать, наклоны. Ремонт это, да, действительно, прям как фитнес. И наклоны, приседания. То на стул залезть, то туда-сюда. Да, вот я вчера вечером уже отпаривала занавески. Ну, так, как бы не торопясь, но часа два ковырялась, пока Настюха телевизор смотрела. Потом она уснула вообще. А я так спокойно, мне не разговаривать уже не хотелось, ничего. И, в общем, в конце концов, сегодня я поняла, насколько я устала и физически, и тело, всё, и как бы голова. И, в общем, ну, всё. Даже я не могу сосредоточиться, чтобы понять. Я сначала думала, куда мне сегодня надо бежать, что мне нужно сегодня поделать, как всегда уже по инерции. И я понимаю, что я не могу сосредоточиться уже, не могу ничего решить, что мне надо. Ну, потому что я срочно и дела все уже сделала. То, что мне было в голове запланировано, обои, закончить это всё занавесками. Занавески, которые сюда вешать, это будет... Сын будет вешать уже, когда у него будет выходной, когда он инструменты заберёт. Ну, поэтому это как бы уже не от меня зависит. И это может быть не скоро. Поэтому я как бы их так принципиально особо не жду. Как он сможет, так и повесит. Вот. Поэтому я сегодня решила отдохнуть. Почему бы нет? Думаю, да сегодня поваляюсь я, наверное, наверное, на диване. Посмотрю телек, что-нибудь такое отвлекающее, какой-нибудь сериальчик там, может быть, или что-нибудь. Триллер какой-нибудь включу. Детективчик или что-нибудь посмотрю. Потому что мне сегодня вечером надо будет ещё Настю забрать в садик, отвезти на тренировку. И я думаю, до этого момента я могу просто позволить себе сегодня расслабиться. Вот. И захотелось мне, наконец-то, приготовить себе нормальную еду. Ну, у меня есть варёные макароны там, рожки или как-то так называются. Я решила разморозить мясо. Свининку взяла. И прям хочется жареной свининки с лучком. Там добавить туда томатик или чего-нибудь ещё. И макароны туда добавить. И, в общем, сделать себе такую еду. Но самое главное, захотелось прям вот мяса такого тушёного. В общем, нормального мяса поесть. Уже вот эти перекусы, булочки, колбасные зелья, честно говоря, поднадоели. Вот. Так что мясо у меня уже разморозилось. Я его уже нарезала кусочками. Сейчас я его обжарю вместе с вами. Приготовим мы это. Это уже будет у меня обед, потому что на завтрак я уже, как всегда, кашу овсяную поела. Вот. И всё. Поем. Лягу и буду отдыхать. Ну, давайте, давайте приготовим вместе, что ли. Посмотрите, что там за блюдо у меня получится. Так, ну что, девочки. Кинула мясо на сковороду. Помешиваю сейчас. В общем-то, я немножко его чуть-чуть обжарю. Сейчас вот это вот выкипет сок. Чуть-чуть обжарю. Потом добавлю водички, буду тушить. Ну, и в конце добавлю лучок. Ну, так, чтобы он тоже обжарился. Уже когда мясо будет готовым, тогда уже я брошу макаронные зелья. Да, чувствую, я, конечно, усталость такую, что я даже не могу сосредоточиться, что-то говорить. Ну, ничего. Луковицу уже нарезала. Всё подготовила. Сейчас буду искать фильм какой-нибудь. Девочки, вот что ещё я хотела вам сказать. Вот те часы чёрные, они, на мой взгляд, не вписываются в интерьер. Но дело в том, что я хочу, чтобы там занавеска закрывалась до конца. И я хочу вообще их оттуда убрать. А вот эта стена, она сейчас у меня пустая совершенно. И вот мне хотелось бы здесь, где-то посередине, повесить что-то вроде картины, но чтобы как бы и часы были. Картина-часы. Вот такие вещи продаются. Но я заходила в наш магазин, универмаг вот этот. Там я не нашла красивый пейзаж, чтобы он подходил мне сюда. Посоветуйте, может быть, кто вот в Ростове особенно живёт, где можно купить такие вот красивые. Часы-картина. Картина-часы. Два в одну. Ну, в общем, девочки, я своё блюдо уже приготовила. Мясо приготовилось довольно быстро. Лучок я туда с мясом поджарила и добавила туда кетчуп. Я не стала добавлять томат, захотелось мне кетчупа добавить. И всё. И макарошки туда добавила. Сейчас ещё чуть-чуть вот это всё потушится под крышкой закрытой. Посолила, потепчила. Буду наслаждаться. И прям с солёненьким огурчиком всё это я сейчас покушаю. Ну что, девочки мои, я покушала с удовольствием. Такая вкуснятина получилась. И прям сразу меня начала клонить в сон. Но у нас ещё такая погода. У нас сегодня пасмурно. Уже прохладнее, чем вчера. Там, по-моему, максимально 12 градусов. Периодически дождик покрапывает. Я думаю, что это погода. Она меня в сон клонит. И ещё, может быть, потому, что я пока делала ремонт и не досыпала каждый день. Я хоть сегодня и выспалась. Но вот просто сегодня как раз-таки я и почувствовала усталость. И мне хочется отдохнуть, выспаться. И набраться сил для того, чтобы я могла какие-то новые свершения делать. Нужно, самое главное, вовремя отдыхать. Это прям для здоровья полезно. Вот. Поэтому я хочу с вами сейчас попрощаться. Видео на этом закончить. Завтра будет новый день. Новые свершения. И, в общем, доживём до завтра и посмотрим, что мы будем делать уже дальше. Вот. Кому моё видео понравилось, девочки, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Не забывайте. Пишите комментарии. Я комментарии читаю. Кстати, спасибо вам всем за добрые комментарии, за поддержку, за советы. Ну и на этом прощаюсь с вами. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok